Первый звонок в новом учебном году прозвучал в средней школе номер 3. День знаний начался с торжественной линейки. На ней присутствовали замминистра по содержанию территории и государственному жилищному надзору региона Светлана Викулова, депутат Московской областной думы Николай Черкасов, представители администрации городского округа, Совета депутатов, Щелковского благочиния, участника СВО, родственники героев, чьи имена навсегда вписаны в историю школы, Дмитрия Замяткина и Павла Обухова. Ребята, родители, очень приятно, что школа с такими хорошими, легкими родителями сегодня обновляется, помогает нашим ребенком Андреем Юрьевичем Радимовым. Мне, в особенности приятно, сегодня здесь быть, пить, пить, пить первожелательный колодец. Пожелайте успехов, не поймать, пить шлаками. Очень приятно, что с искусственными собственниками принимают участие во всех проектах, которые существуют в депутатной московской области. Традиционно в День знаний в школе прошла благотворительная акция «Дети вместо цветов». Хочу выразить официально счастливую благодарность организаторам акции «Дети. Дети. 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 наших военных с Новым годом. Павлу было 25 лет. Для меня это очень волнительный праздник. И тем более уже 8 лет прошло со дня трагедии. Я до сих пор вспоминаю, как сама приводила Павла в первый класс. Как был выпускной. То есть волнительный праздник. После длинных летних каникул, наверное, трудно перестраиваться на рабочий режим. Тем не менее, День знаний ребята воспринимают как праздник. Одноклассникам хочу пожелать большого счастья в учебном году, чтобы учились на отличные оценки. И чтобы все у них получалось. Первый сентября это праздник, как День знаний. Я очень рада этому празднику. У нас очень красивая школа. У нас сделали очень хороший ремонт. Действительно, школьников встретила совсем другая школа. Современная и комфортная. Сегодня 2 сентября, как и во всей нашей стране, в нашей школе прошла линейка, посвященная Дню знаний. Мы приняли в свою семью 120 первоклассников. И, конечно, с дорогой душой увидели наших ребят после долгих летних каникул и наших родителей. Сегодня мы зашли в обновленную школу. Дети пришли в новые классы. Мы получили комнату детских инициатив. А еще помещение для детского театра «Лукоморье», большую столовую и стадион. Словом, в школе созданы все условия для комфортного пребывания и обучения детей. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.